здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам и я ее ведущая галина топилина бывает так что все в себе не нравится а другие непременно оказываются лучшими во всем откуда растут ноги и есть ли шанс на успех у такого человека сегодня с психологом подробно разберем что такое комплекс неполноценности расскажет нам о нем наши гости ксения дубинина ксения здравствуйте добрый день галина добрый день телезрители комплекс неполноценности термин известный по крайней мере на слуху о чем он зачастую его даже навешивают как ярлык на многих людей кто не обладает этим комплексом такие люди могут испытывать чувство неполноценности но комплексом это не не будет являться вообще внедрен он и вот так введен в термин как психологический альфред адлер его нам подарил и в целом само по себе комплекс да как комплекс витаминов например само слово уже включает в себя в то что там очень много не только про состояние человека но и про образ его мыслей образ поведения так вот комплекс неполноценности он и представлен в том что я не просто хуже чем остальные но я еще и буду думать что я намного хуже и не буду многого делать потому что я недостоин то есть здесь и про мысли и про состояние и про поведение что я не буду например идти на ту или иную должность потому что я не подхожу условно я неполноценен не так как мой коллега то есть это про то что я немножечко не очень а в чем разница между комплексом и вот как вы сказали с чувством да у комплекс гораздо больше последствий когда человек испытывает это и заниженная самооценка это чувство постоянной тревожности чувство испытываемой вины за то что он например не оправдал родительские ожидания чувство неполноценности я думаю на бывает очень у многих когда хотел сделать лучше но получилось условно ну не как всегда получилось не так как хотелось бы и вот это чувство она может охватывать она ситуативная она проходит а вот с комплексом однозначно нужно много работать чтобы от него избавиться ну или с ним подружиться то есть это уже какой-то как синдром прямо уже ну термин вот именно термин да у нас мы с вами до встречались много и про комплекс болезни когда мы если идем в историю болезни то это такая уже тема которая у нас с психиатрии из психоанализа анализом связано здесь мы затрагиваем больше такие проявления которые в комплексе дают такое неполноценность когда человек чувствует что его окружение даже еще с малых лет она однозначно лучше чем он связано по многим факторам начинается из детства так может начаться и во взрослом возрасте ночью человек может вот это чувство и комплекс на себе вот этот испытывать насколько распространен этот комплекс неполноценности как вы считаете может быть каждый человек ему подвержен сейчас такое может быть когда ребенок рождается например меньше чем это условно там положено под определенным нормам он либо маленького роста или он излишне худой наоборот у него есть излишний вес то есть есть социальные нормы которые в обществе приняты он же не понимает еще это но когда совсем маленький нет он видит только тревожность например матери которая беспокоена его не соответствуем обществу то есть до определенного образа потом когда у него идет уже первые контакты с окружением это начинает например детского сада здесь уже дети к сожалению бывают очень яркие на высказывание как по внешним характеристикам так и по каким-то нарушением речи например деток который заикается очень часто начинают этим дразнить или например по внешним фактором здесь человек уже такой маленький может сталкиваться с первыми такими моментами комплекса неполноценности и родителю который видит то что ребенка начинает например как-то ущемлять как что-то ему говорить то есть это момент когда ребенок уже однозначно говорит он может сказать у меня сегодня в садике была такая ситуация что ну там меня дразнили или как-то со мной неправильно вели родителю однозначно нужно с этим разбираться то есть лучше любое такое начинание комплекса как бы погасить и заметить его еще в его зародыша симптомы и проявления комплекса какие если это маленький ребенок то он начинает замыкаться в себе он не хочет уже играть как допустим раньше играл очень много активно он старается дистанцироваться от группы детей в классе он может садиться на последнюю парту он не хочет чтобы его замечали он не будет однозначно той душой компании который вот вокруг него все будет крутиться очень часто дети которые носят вот в маленьком возрасте очки они могут с этим сталкиваться то есть ежеда например можно сказать про человека в очках либо например там близоруке условно или сказать очкарик то есть вкладывание мы имеем одно и то же но влияет на человека это по-разному поэтому здесь если это взрослый человек то здесь у него идет замкнутость нежелание общаться то есть это такие внешние вершины айсберга которые общественности или его родные могут заметить то есть что-то идет не так человек был достаточно таким ярким активным дружелюбным хотел общаться а сейчас у него начались периоды когда он хочет побольше побыть один есть у нас у всех такие периоды в жизни но здесь они например начинаются более продолжительные по времени и уже есть повод задуматься как минимум окружения что-то может быть не так что-то что-то случилось нужно помогать сколько по времени длится этот период что близкие уже должны как что-то заподозрить однозначно нужно всегда иметь руку на пульсе как к тела у твоего ребенка и диалоги со школьником не должны начинаться какие у тебя оценки или как у тебя дела вроде бы вопрос открытый но однозначно родитель зачастую получает односложный ответ все хорошо ну вроде все хорошо и разошлись здесь нужно родителям развивать такую стратегию вопросов отлично работает инструмент медиации там про это можно почитать инструмент очень открытый когда ты задаешь вопросы абсолютно не связанные например со школой как настроение сегодня в школу шоу какая погода была белку не видел обычно там пробегает до школы вот у нас где я на работу иду каждый практически день белка бежит по пешеходу то есть вот такие вопросы которые ребенка начнут к родителю располагать и где-то между ними можно начинать спрашивать а как там твои одноклассники кто чем любит заниматься и то есть вот здесь потихоньку нужно почву прощупывать если уже ваш ребенок взрослый а это например там уже 20 25 30 то в любом случае и самому да как личности насколько часто человек просто хочет социума хочет с ним общаться периоды могут быть разные если родители не замечали этого с детства и для них было нормально и классно что он там один чем-то занимается зато я в спокойствии но здесь он может быть очень продолжительным от детства до взрослых лет когда человек просто понимает со мной что-то не так я не такой как все вот про формирование этого комплекса давайте еще поговорим давайте отдельно про детей и отдельно про взрослых а вот про детей раз уж мы вот детскую тему затронули все-таки в семье как родители могут сформировать этот комплекс у детей здесь однозначно может быть разное поведение родители мы говорим и зачастую часто у каких-то ну таких родителях которые критикующими являются и родитель критикующий может у себя взрастить ребенка с комплексом неполноценности потому что ребенок пришедший в мир он понятно там пристраивается к социальным нормам но в целом он всегда ждет обратной связи от родителя для него важного самого человека на периоде жизни если он постоянно критикует и постоянно недоволен то человек так и будет в себе говорить со мной что-то не так я все время делаю не то если это первый случай родители критику критика она же направлено на то чтобы сделать лучше чтобы рисунок был красивее чтобы там не знаю что-то книжки лежали аккуратнее для кого чтобы ребенок вырос более там чтобы он лучше рисовал чтобы он был более аккуратным а кому это нужно за для ребенка же очень тонко его блага то что мы можем представлять чтобы он научился этому всему здесь очень такая знаете особенно когда родители начинают делать для ребенка шесть репетиторов в неделю и еще две-то спортивных тренировки и это же все чтобы он наконец-то в институт поступил а потом ребенок все равно поступает условно не на бюджет и родители испытывают массы неприятных чувств а представьте ребенка который в принципе но кроме стресса ничего не испытывает и здесь всегда надо задавать вопрос вот есть получатель добра ребенок да а я вот это несу добро для кого для себя чтобы в сфере других родителей сказать а мой это вот там уже поступил да и сам там условно либо я делают непосредственно для ребенка вот ему вот комфортно поэтому тема там может быть действительно мы должны в плане рисунка ему там быть опорой помощи там дай помогу тебе и всегда предлагать помощь с вопроса не сесть за него рисовать а в плане помощи и вот здесь родитель критикующий но критикующий должен быть в меру и даже знаете критику мы же говорили про роли до родителя ребенок взрослый то есть родитель то он критик а если он взрослый то он уже условно переобувается в тапке ребенка встает в его ситуацию более эмпатичным становится и поэтому здесь даже помощь она может быть уже не критикующая а помощь такая которая действительно помогает и один ситуации родитель критикует вторая ситуация когда может вырасти ребенок с комплексом неполноценности когда мама говорит ну ничего страшного если ты немножко посмотришь мультиков они тебя культурная днк допустим советский мультик нашей страны тебе дадут а папа например говорит нет мультики это табу не заслужил и когда здесь есть разночтение между с воспитанием и разночтение между посылами здесь тоже у ребенка складывается впечатление я делаю что-то не так они мною недовольны здесь он еще и видит антагонизм между мамой и папой в процессе его воспитания и еще третий тип поведения родительства это когда они в целом-то его и любят вроде бы все ничего но есть какая-то часть у ребенка какой-то изъян он может быть внешней когда ребенок родился да может быть не совсем здоровым не совсем по статистическим нормам такой как все либо например умственно и в плане интеллекта он не такой успешный как сверстники и вот родители вроде пытается его любить но ребенка невозможно обмануть искренне он понимает что-то не то я не такой как они хотят и вот здесь может такая ситуация неполноценности она развиться так и это в семье это в семье это про малыша да про малыша про ребенка когда вот он как ребенок уже может так скажем вот такой комплекс получить про коллектив мы уже поговорили да где в школе в саду в школе в саду да действительно дети растут по-разному и где-то вот мы говорим о детоцентричной повестке о книгах людмилы петрановской у родителей на полочке а где-то очень суровое отчасти спартанское воспитание где отойди не мешай есть сначала мои приоритеты потом твои то у ребенок такой в коллективе он будет совершенно там иначе себя вести как бы хотелось там и как мы ведем себя со своим например а можно ли сформировать у ребенка иммунитет к такому поведению в коллективе чтобы не дать себя в обиду да разбивались такие нападки очень тонкая грань растить комнатные растения и потом высадить его да на на улицу в непогоду что с ним будет и как вот это соблюсти баланс на самом деле да и здесь всегда должен быть диалог то есть ребенок не должен бояться рассказать о том что случилось потому что по большому счету вы можете об этом и не узнать если это не будет физически видно там в виде там порванной одежды либо какие-то там на теле видны там ну не знаю ссадины то есть вы не или ребенок там плачет условно если он ничего этого не делает но он просто какой-то не такой это сложно заметить с ребенком должен быть контакт когда он к вам вроде бы говорят не должны родители быть друзьями но я придерживаюсь концепции что родители они вполне могут быть друзьями еще и определенными лидерами мнений так вот ребенок не должен стесняться вам прийти и рассказать что у него было что-то не так если изначально вы там с детского сада выстраиваете что прийти и рассказать не страшно и за этим не последует наказание даже если там недавно история когда ну дети любят иногда чужие вещи и они в плане там ну любят поиграть а иногда и с собой взять и вот одна из историй когда ну девочка просто взяла чужую игрушку потом не стала этого признавать и то есть здесь ситуация ну как можно сказать трехлетнему ребенку что она там воровка она же делала это не преднамеренно то она взяла там у маши игрушку положил слов такого не знает в рюкзачок и пошла домой а потом когда сделали в садике очную ставку а где игрушка и кто ее взял она побоялась признаться но маме она сказала то есть у дочери у мамы абсолютно здоровые отношения с точки зрения она и доверяет и вот хотя бы одному из родителей ребенок должен доверять и когда он вам доверяет вы уже можете дать совет и он к нему прислушается что когда такое случается у тебя всегда есть там в школе мой телефон ты мне всегда можешь позвонить и мы эту ситуацию решим человек маленький человек в том числе должен чувствовать поддержку на увидите своего взрослого на который он может опереться ну вот так я думаю ему и те ты выстроиться уже к годам более взрослым во взрослой жизни как комплекс этот формируется он уже такой знаете более социальный налет применять конечно вот готовясь к этой теме я посмотрел какие известные личности у нас таким комплексом были это вообще для меня было неожиданностью у мерлин монро у которой однако была короче другое она все время интересным образом ходила но сейчас это да очень кажется так особенно джазе только девушки очень это было так необычно на самом деле это была компенсация вот этой короткой ноги это был ее комплекс неполноценности то есть физические моменты изъяна остаются у наполеона бонапарта это маленький рост который он гипер компенсировал да в своей политической сфере у элвиса пресли тоже был комплекс неполноценности связанные с родительской любовью который он перенес потом на гипер да славу то есть во взрослом возрасте если нет физического изъяна есть социальное какое-то принятие непринятие у такого комплекса есть уже гипер компенсация его у женщин в основном это частые допустим собой косметологические процедуры если она чувствует что она немножечко не очень на фоне других она будет например в гиперболизированном объеме закалывать губы или делать какие-то изменения со своим лицом и телом не принимая себя но становясь лучше и более таким как будто бы положительным образом для остальных если это общество которое признает там определенный уровень например дохода люди тоже зачастую испытывают больше чувства неполноценности и пытаются купить себе там определенное место в обществе там дорогими сумками одеждой там машинами ну то есть вот так вот человек тоже может компенсировать это вот уже больше про взрослых а берется он откуда во взрослой жизни человек даже например попадая в какое-то общество или среду обитания это один из кейсов это не моя клиентка это одна из таких публичных личностей высказывалось о том что когда она пришла на хоккейный матч к своему супругу она почувствовала себя но не то что немножечко не очень она вообще тотально отличалась от всех остальных жен хоккеистов и она поняла что мне срочно нужен ряд пластических операций для того чтобы быть наравне с теми кто вот ну сопровождает на хоккейные турниры то есть речь о том что в любой среде есть определенные правила и если человек не принимает себя и не чувствует свою самоидентификацию он будет под эти правила пытаться соответствовать то есть как больше внедриться в это общество чтобы оно было принимаемым потому что здесь опять идет связка в детство что мы все время хотим быть приняты нашими родителями то есть мы все время хотим вот этого социального одобрения это получается какая-то неуверенность в себе что ли конечно конечно во взрослом возрасте да да вот откуда это это проявление уже как следствие человек не уверен в себе у него очень такая заниженная самооценка в целом например можно если сопоставить одного и другого то в целом то все хорошо и по внешним признакам допустим очень успешный человек а все равно это может быть а как вы считаете это в целом нормальное чувство ну вот когда пришел в общество где люди не такие как ты мне кажется все такие индивидуальные все такие разные мы не можем быть одинаково вот это вот желание подстраиваться и быть таким как остальные под стандарты да подгонять себя сразу вот ассоциативный ряд стол пластического хирурга подгонка под стандарты прекрасный баланс должен быть во всем вот что про мам их ресурс что про ресурсы баланс со своей ментальностью и с принятием собственного я потому что здесь однозначно концепция она является нарушенной у человека нет разговора с внутренним там своим ребенком который знаете как ребенок может быть и пытается внутренне выйти на арену но родитель его постоянно подавляет и говорит нет все не так сделал выглядишь плохо говоришь неправильно одеваешься вообще ужасно и то есть постоянно идет внутренняя такая борьба а потом увидел кого-то говорит вот давай будем как вот этот человек а еще так если можно было раньше просто выйти посмотреть а сейчас ходить никуда не надо открыл а там каких только нет людей все такие разные и зачастую одинаковые что самое такое интересное как бы да и еще все идеальные с идеальными лицами с идеальными жизнями без слез стратегий каких-то там истерик детских ну бывает там тут вот невольно комплекс неполноценности сработаешь глядь ну чувство точно словишь чувствует нормально с чувством можно проработать его вот условно там на раз потому что зачастую кстати у леди ди у принцессы диана да нам всем известны тоже был такой комплекс вроде бы настолько да ну королевская семья но все равно вот есть что-то как пазл да и поэтому всегда нужно сказать у всего есть две стороны медали в том числе и у такой идеальной картинки на которую я смотрю в сториз за которой я подглядываю как замочную скважину что-то там все равно есть иное нам этого просто не показывают и найти в себе однозначно люди с комплексом неполноценности самое базовое не умеют принимать комплименты то есть когда например девушки с комплексом неполноценности можно сказать какая ты красивая но это только сегодня и потому что я профессионального визажиста но в целом я выгляжу не так там обычно всегда плохо то есть здесь вот нет такого что я действительно могу принимать комплименты и быть ему рад ну то есть такого прям старитейлинга который встречается а может быть еще какие то есть такие явные проявления этого комплекса которые прям вот ну написаны на лице ну вот про принятие комплиментов это у дам в целом когда например есть какие то больше карьерные моменты и есть позиции освобождающиеся для тех или иных людей то у кого есть комплекс неполноценности имея необходимый базовый набор скиллов как хард так и софт человек не пойдет в эту историю он будет бояться здесь и подмешается синдром самозванца про то что он не достоин этого и здесь может быть такой момент что он просто ну упустит эту должность потому что кто-то не имеет таких возможностей профессиональных в плане например ума или подготовки он просто ее возьмет или условно когда идет речь о оценке себя квартально например в ряде организаций такая система существует то люди оценивают себя гораздо ниже по своим заслугам и если руководитель там с ним на хорошей ноте общается то он сам находит его позитивные качества то есть такое тоже может быть а вообще вот этот человек с синдромом господи комплексом неполноценности синдром комплекс все в принципе об одном он может в жизни достичь успеха или это за такая вот не знаю планка который вот стоит над головой мешает развиваться и пока не избавишься от нее не будешь расти вот смотрите если наверное если глобально все мы их знаем да мэрлин монро достигла успеха в профессиональной в большой артистичной точки зрения да была ли она при этом счастлива ну наверное скорее не чем-то элвис пресли достиг успеха колоссального наверное для певца там его уровня это был грандиозный успех ну а наполеон бара бонапарте как сложно говорить на н по его меркам он чего-то достиг но в целом тоже до его путь политический его наверное да можно назвать раз уж торт назвали честь него успех какого-то он достиг потому что во взрослой жизни начинается момент гиперкомпенсации кстати вот у мужчин очень часто когда они с таким комплексом бывают они начинают очень пристально заниматься своим телом мы сейчас не говорим о здоровых историях когда просто люди да биохакингом занимаются или просто очень так здорово за собой следят что они хотят быть долго молодыми и здоровыми а когда человек гиперболизирует свое тело и напрямую его оценка как личности идет только через внешность и он начинает пропадать спортзал принимать там специальные препараты для того чтобы картинку нарастить то есть у мужчин такое тоже может быть у женщин тоже но вот у мужчин по статистике чаще вот такая форма идет жить с партнером с комплексом неполноценности как это мне кажется эти отношения токсичные достаточно постоянно вытягивает из партнера какие-то не знаю расскажите об этом я не могу сформулировать все нормально комплекс неполноценности действительно если человек один из пары вот можно сравнить наверное что когда растут цветы вот кто-то начинает от какой-то как не то чтобы сорняк а какая-то трава которая начинает поглощать здоровые цветы которые потом увядают вот действительно человек с комплексом неполноценности будет постоянно требовать подтверждения любви к нему энергию утягивать вот энергетический вампир да здесь что как бы чем движет человек себя не принимает но ищет механизмы которые бы ему говорили нет и нормальный ты хороший тебя любят он искал это в родителях допустим родители этим не занимаются он искал это в окружении когда было становление работы и вот наконец-то партнер который большую часть времени с ним проводит он будет постоянно искать вот эти отсылки что там а ты меня любишь да а ты меня достаточно сильно любишь и то есть вот здесь это такие достаточно могут быть изматывающие отношения которые без проработки с одной стороны и до ухода хотя бы в чувство неполноценности могут быть губительны для пары и привести к разрыву ксения у нас до завершения программы буквально несколько минут осталось давайте по традиции где почитать где посмотреть про людей с этим комплексом мне кстати вот в голову пришел один персонаж из фильм какой из служебного романа там был герой новосельцев анатолий ефремович мне кажется он же мама он же папа да да согласно да здесь такое может быть ну вот у меня в подборке сегодня дневник бриджит джонс всю трилогию можно смотреть особенно приятно до и после и смотрите первую и вторую и третью и вы увидите такую ретроспективу как комплекс живет как от него героини постепенно избавляется вот кстати один из них еще один интересный фильм это король говорит он кстати с главным героем из дневник бриджит джонс про короля который страдает заиканием и как он с этим борется книжку рекомендую читать непосредственно того кто этот термин изобрел это альфред адлер его книга этому комплексу посвященная все но так-то очень много о таком поэтому главное найти себя и себя принимать спасибо большое на этом наш выпуск подошел к концу о комплексе неполноценности мы сегодня говорили с психологом ксении дубининой я с вами прощаюсь увидимся как обычно через неделю до свидания праздник и и Субтитры создавал DimaTorzok